Седьмой класс, 33 серия. Решение задач. Задача первая. Ветер сломал дерево высотой 8 метров. Зелёным цветом показано сломанное дерево. Вершина этого дерева касается земли на расстоянии 4 метра от ствола. На какой высоте сломалось дерево? Давайте вопрос задачи обозначим за х. Допустим, дерево сломалось на высоте х метров. Если дерево было высотой 8 метров, значит вот эта часть дерева 8 минус х. И известно, что вершина находится на расстоянии 4 метра от ствола. Это прямоугольный треугольник. Можно по теореме Пифагора записать следующее равенство. Квадрат гипотенуза равен сумме квадратов катетов. Решая это уравнение, находим х. Х равен 3. Дерево сломалось на высоте 3 метра. Задача вторая. Существуют ли такие натуральные числа х и у, удовлетворяющие вот этому уравнению? По формуле разность квадратов можно представить эту разность в виде произведения двух множителей. Так, если х и у натуральные, значит вот в данном случае первый множитель будет меньше, чем второй. Как получить 27? Какие числа перемножаются? Например, 1 и 27, либо 3 и 9. Других вариантов нет. Значит, числа натуральные существуют. Например, это числа 14 и 13. Значение разности 1, сумма 27. Либо 3 и 6, разность 3, сумма 9. Значит, ответ – да, такие числа существуют. Задача третья. Расшифруйте запись. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры. Разные буквы, разные цифры. Это двузначное число, где а десятков, с единиц. А это трехзначное, а сотен, с десятков, а единиц. Ну, а это четырехзначное. Следует обратить внимание, что четырехзначное число записывается АС, АС. Значит, это четырехзначное число, независимо от того, какие значения принимают А и С, будет делиться на двузначное АС. И получится 101. Значит, А1, С0, А1. Значит, запись расшифрована. Задача четвертая. В ящике находятся один белый, три черных и три красных шара. Наугад вынимается один шар. Какова вероятность того, что взятый шар не красный? То есть белый или черный. Один белый до три черных – четыре. Это число благоприятных исходов. А общее число всех возможных исходов – семь, потому что всего семь шаров. Значит, вероятность того, что шар не красный – четыре седьмых. Задача пятая. Периметр равнобедренного треугольника – 18 сантиметров. Разность двух сторон равна трем. Один из внешних углов острый. Это значит, данный треугольник будет тупоугольным. А тупой угол может лежать только напротив основания. Надо найти площадь этого треугольника. Давайте за х обозначим длину боковой стороны равнобедренного треугольника. В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны. Основание больше на 3. Потому что против основания лежит тупой угол. Длина основания будет больше. Можно составить вот такое уравнение, потому что известно, что периметр 18, периметр – сумма длины всех сторон треугольника. Решая, находим х. х равен 5. Если х равен 5, значит основание 5 плюс 3 – 8. Итак, боковая сторона 5, основание 8. Если опустить высоту из вершины тупого угла к основанию, то половина основания – это 4. Можно найти по теореме Пифагора высоту треугольника. Она равна 3. Ну а зная высоту и длину основания, можно найти площадь. Площадь 12 квадратных сантиметров. Это половина основания на высоту. ИНТРИТЕМ ЗАЯКИ Продолжение следует...